Всем привет, дорогие друзья, и сегодня я хочу поговорить о самой популярной и самой опасной игре Покемон Гоу! Эта игра стала самой обсуждаемой не только среди романов и поклонников покемонов, но и также для видеоблогеров и СМИ, ведь СМИ раздувает таких слонов, что хочешь не хочешь, а приходится понимать, что игра не такая уж и безопасная для людей, играющих в нее, особенно для детей, ведь местоположение тех самых Пикатюх и других зверьков в мире покемонов иногда не самые безопасные, а ловля зверьков может завести вас на стройку или же в другие опасные места, ведь заигравшись вы можете не увидеть проезжавшую рядом машину. К такому случаю могу привести пример. 26-летний мужчина из Балтимора остановился на скоростном шоссе, пытаясь поймать покемона на середине трассы. Это привело к серьезной аварии нескольких автомобилей, чудом обошлось без жертв. Или же можно упасть в канализационный люк, ну если люк будет каким-то магическим образом открыт. Также ловля покемонов может заставить залезть на высокое дерево или же на высоковольтную вышку. Ну тут уж, если совсем мозгов у человека нет. Полным-полно сообщений о том, что подростков, играющих в эту игру, грабят и заманивают в тихие и безлюдные места. Либо же просто сами приходят туда, зная по карте, что там будет редкий покемон. Многие попадают в аварии, глядя не на дорогу, а на экран. Падают в воду, срываются со скалы и тому подобного. В лучшем случае у людей переломы. Выявлен случай, где 12-летняя девочка искала водяного покемона, а вместо него нашла труп. Но также есть и хорошие случаи. И так один мужичок поймал покемона при родах своей жены. В интернете, а именно в социальных сетях, уже идут и разные шутки про игру. Поймай себе водвошника, бля. Мобильная игра Pokemon Go, основанная на принципе дополненной реальности. В ней нужно искать и собирать покемонов, наводя камеру своего смартфона на тот или иной пейзаж, в надежде увидеть на экране этих мультяшных персонажей. Ориентиром выступает указание на карте. В первые же дни после запуска Pokemon Go взлетела на первые строчки рейтингов. Чем сразу же воспользовались популярные видеоблогеры. Посмотрел один видос про игру и всё, пиздец, главная страница заполнена этой сраной игрой. Что меня и побудило запилить этот подкаст. А создателем же Pokemon Go является американская компания Niantic Inc. И она надеется распространить игру по всему миру. Особенно учитывая, что одна из её целей, как заявляют авторы, стимулировать людей познавать мир вокруг себя. Ведь им нефиг сидеть в жаркой комнатушке, стекать потом и листая тупую ленту ВКонтакте в надежде увидеть небоян. В общем целом, играй в Pokemon Go, бля. Ну знаю в опасности, ведь если предупреждён, значит вооружён.